Сложение однозначных чисел с переходом через десяток И познакомимся с приемом сложения с переходом через разряд Девиз нашего урока «Учитесь открывать», но какое-то слово пропущено Вы его обязательно отгадаете, если данные числа вы поставите в порядке возрастания Итак, какое же слово у нас получилось? «Тайны» Значит, девиз нашего урока «Учитесь тайны открывать» И для того, чтобы открыть тайны, мы с вами должны хорошо знать состав числа 10 Итак, повторяем 10 это 4 и 6, 10 это 7 и 3, 10 это 2 и 8, 10 это 6 и 4, 10 это 8 и 2, 10 это 3 и 7, 10 это 9 и 1 Молодцы! Далее давайте посмотрим на примеры и подумаем, какие примеры для вас легкие, а какие примеры у вас вызовут затруднения Я считаю, вы будете со мной согласны, что к 8 прибавить 5 и к 9 прибавить 4 Такие примеры вы еще не умеете решать, поэтому наша задача сегодня на уроке научиться решать примеры с переходом через разряд Итак, нам нужно с вами решить пример к 8 прибавить 5 Как мы будем решать? Мы должны к 8 добавить такое количество единиц, чтобы получить десяток 8 плюс 2 будет 10 и вспоминаем состав числа 5 5 это 2 и 3, значит к 10 еще нужно добавить 3 и получаем 13 В тетради это можно записать так К 8 прибавить 5, 5 разложить на 2 удобных слагаемых на 2 и 3 и складываем К 8 прибавим 2, дополняем до 10, это будет 10 и к 10 прибавить 3, получаем 13 Далее мы с вами поупражняемся в решении таких примеров К 8 прибавить 4, 4 мы раскладываем на 2 удобных числа, на 2 и 2 К 8 добавляем 2, получаем 10 и к 10 добавляем 2, получаем 12 К 6 прибавить 5, 5 раскладываем на 2 удобных слагаемых Почему первое число 4? Потому что к 6 добавляем 4, получаем 10 И к 10 легко прибавить любое однозначное число Итак, к 10 прибавить 1, получаем 11, значит к 6 прибавить 5, получится 11 К 7 прибавить 6, 6 мы раскладываем на 2 удобных числа, на 3 и 3 Чтобы к 7 добавить 3, получить десяток И к 10 добавляем 3, получаем 13, значит к 7 добавить 6, получится 13 Мы решаем с вами задачи составные и простые Посмотрите, пожалуйста, на условия задачи Как вы считаете, можете вы уже определить, это задача простая или составная? Да, эта задача простая, потому что в ней всего один вопрос Итак, на кольцах Александр за упражнение получил 10 баллов На турнике Александр за упражнение получил на 1 балл меньше Нужно узнать, сколько Александр баллов получил за упражнение на турнике Для этого мы можем сразу ответить на вопрос задачи Что значит на 1 меньше? Это 10 баллов, но без 1 Поэтому задача решается так 10 минус 1, получается 9 баллов Итак, Александр за упражнение на турнике получил 9 баллов Ребята, что нужно сделать, чтобы из простой задачи получить составную? Нужно изменить вопрос задачи Сколько баллов Александр получил за упражнение на кольцах и на турнике? Итак, мы сразу на поставленный вопрос ответить не можем Потому что нам неизвестно, сколько баллов Александр получил за упражнение на турнике А мы можем узнать? Можем Что нам сказано? На 1 балл меньше, чем на кольцах Значит, чтобы узнать, сколько Александр баллов получил на турнике Мы должны 10 отнять 1 И получаем 9 баллов Теперь мы сможем ответить на главный вопрос задачи Сколько всего баллов получил Александр за упражнение на кольцах и на турнике? Да, сможем Для этого мы к 10 баллам, которые он получил на кольцах Добавим 9 баллов, которые он заработал на турнике И получается 19 баллов Александр заработал всего за упражнение на кольцах и на турнике Ребята, посмотрите, как называется линия, изображенная на экране Это ломаная линия Нужно найти длину ломаной линии Чтобы найти длину ломаной линии, нужно узнать, из каких звеньев состоит эта линия Мы видим, что наша ломаная линия состоит из трех звеньев Мы должны измерить, чему равняется длина каждого звена и сложить все числа Длина наших звеньев равняется 4 сантиметра, 3 сантиметра и 5 сантиметров Когда мы сложим все длинные звеньев, мы получаем 12 сантиметров Сегодня на уроке, ребята, мы с вами научились, как складывать числа с переходом через десяток Если у вас какое-то вызвало задание затруднения, я прошу, откройте учебник и еще раз прорешайте эти примеры Чтобы преодолеть все трудности, нужно хорошо знать состав чисел Хорошо дома повторите состав числа 10 Я вам рекомендую потренировать свои вычислительные навыки на страничке 65 И уметь сравнивать числа в пределах 20 Урок закончен Спасибо за внимание Здравствуйте, дорогие первоклассники Тема нашего урока – перенос слов А легко ли переносить слова? Легко, если знать несколько основных правил, которые так и называются – правила переноса слов Сегодня мы будем учиться с вами переносить слова В основе правил переноса лежит слоговой принцип Во-первых, для правильного переноса слов следует определить количество слогов в слове Сколько в слове гласных, столько и слогов Это знает каждый из учеников Во-вторых, односложные слова Слова, состоящие из одного слога Переносить нельзя Например, слова шар и кот перенести нельзя Потому что одну букву на строчке оставлять нельзя Нельзя по нормам русского языка перенести слово до-м Это считается за ошибку В-третьих, если в слове два или более слогов, то действует несколько способов переноса Например, слово ворона можно перенести двумя способами Первый способ Во-рона Второй способ Во-ро-на При переносе слов действует система четырех волшебных запретов Первый запрет Нельзя одну букву слова переносить Или оставлять на строке, даже если она обозначает слог Например, в словах Ива и Оса два слога Однако эти слова перенести нельзя Второй запрет Нельзя не оставлять в конце строки Не переносить на другую строку часть слова, не составляющую слога Например, нельзя переносить театр, либо страх Третий запрет Нельзя отделять согласную от следующей за ней гласной Например, нельзя переносить слово реб-я-та А нужно ре-бя-та, либо ребя-та Четвертый запрет От предшествующих согласных не отрывают буквы мягкий знак, твердый знак и краткую Нельзя переносить следующим образом слова Обратите внимание А нужно переносить Рель-сы Под-езд Чай-ка Если вы будете соблюдать правила переноса и не нарушать четыре волшебных запрета То вас не постигнет участь нерадивых учеников Как и стихотворение Ольги Неверовой Мы изучили перенос Вот так слова я перенес Е-два Е-два И получил за это два Укол У-кол И получил за это кол А для закрепления полученных знаний Предлагаю вам выполнить упражнение 3 на странице 37 Прочитай Посмотри, как разделены слова для переноса А как еще можно перенести эти слова с одной строки на другую Напиши любое слово столько раз, сколько есть способов переноса этого слова Итак, давайте с вами попробуем перенести слово колокольчик Итак, слово колокольчик можно перенести разными способами Первый способ КО-ЛО-КОль-ЧИК Второй способ КО-ЛО-КОль-ЧИК И третий способ КО-ЛО-КО-ЛЬ-ЧИК Следующее слово РОМАШКА Слово ромашка можно перенести следующим образом РО-МАШКА ЛИБО РОМАШ-КА Следующее слово Василек Слово Василек можно перенести ВА-СИЛЕК ЛИБО ВА-СИ-ЛЕК Итак, ребята, предлагаю вам выполнить творческое задание Вам необходимо придумать пять названий цветов И разделить их для переноса Ребята, предлагаю вам выполнить самостоятельное упражнение 3 на странице 37 Вам нужно несколькими способами перенести слова РОМАШКА и ВА-СИЛЕК Итак, сегодня на уроке мы узнали об основных правилах переноса слов И научились переносить слова Спасибо за внимание Урок окончен Редактор субтитров А.Семкин